В 1935 году выходит книга некого Дарлингтона Баттлера с довольно бескомпромиссным названием «Война – это рэкет». В ней читателя встречают такие слова. «Война – это рэкет. И всегда им была. Это, возможно, наистарейший, самый прибыльный, наверняка самый ужасный рэкет. Он единственный международный по охвату. Он единственный, при котором прибыль подсчитывается в долларах, а потери в жизнях». Рэкет, как я полагаю, можно определить совсем не так, как кажется большинству людей. Только небольшая инсайдерская группа знает, в чем же он состоит. Он производится ради прибыли очень немногих и за счет очень многих. В результате войны небольшое количество людей получают огромные состояния. В мировой войне прибыль от конфликта получила довольно небольшая группа. Всего 21 тысяча новых миллионеров и миллиардеров было создано в Соединенных Штатах во время мировой войны. Правда, это только те, кто признал свои громадные кровавые доходы в своих налоговых декларациях. Но никому неизвестно, сколько еще военных миллионеров сфальсифицировали свои налоговые декларации. Как много этих военных миллионеров держали винтовку? Сколько из них рыли окопы? Кто из них знал, что это такое – идти голодным в укрытие, наполненное крысами? Сколько из них провели бессонные и страшные ночи с промокшей одеждой, под шрапнелью и пулеметными очередями? Сколько из них отбивались от штыковых атак врага? Сколько из них было ранено или убито в бою? После войны страны получают дополнительную территорию, если они выходят победителями. Они просто берут ее. Эта вновь завоеванная территория эксплуатируется немногими. Теми же немногими, которые сколотили доллары на крови войны. А обычные же люди платят по счету. И каков этот счет? Этот счет ужасен. Множество новых могил, покалеченные тела, разрушенные души, разбитые сердца и дома, экономическая нестабильность, депрессия и сопровождающие ее страдания, надламывающие спины налоги для многих поколений. Любопытно, что этими строками можно в полной мере описать тот славный боевой путь, что прошел наш бравый морпех Смедли. И вот какая штука. Полное имя этого легендарного морпеха. Смедли Дарлингтон Баттлер. Как и автора данной книги. Ведь автор книги и генерал корпуса морской пехоты США один и тот же человек. Обычный доход от бизнеса в Америке это 6, 8, 10 или иногда 12 процентов. Но прибыль войны, ух, это другое дело. 20, 60 или сотня, 3 сотни или даже 1800 процентов. Потолок это только небо. Покупатель оплатит все. У дяди Сэма есть деньги. Давайте возьмем их. Конечно, во время войны это не преподносится настолько грубо. Все это одето в речи о патриотизме, любви к стране. И мы все должны присоединиться к борьбе. Но доходы подскакивают, подпрыгивают, устремляются в небо и благополучно прикарманиваются. Давайте приведем несколько примеров. Возьмите наших друзей Дюпонов, производителей пороха. Не они ли давали показания перед Сенатским комитетом недавно о том, что их порох выиграл войну или спас мир для демократии или что-то подобное? Как они провели войну? Они были патриотической корпорацией. Да, средний заработок Дюпонов в период с 1910 по 1914 годы составлял 6 миллионов долларов в год. Это было немного, но Дюпоны довольствовались и этим. Но теперь давайте посмотрим на их средний доход в период войны. С 1914 по 1918 мы увидим прибыль 58 миллионов долларов в год. Примерно в 10 раз больше, чем в нормальное время. А ведь и в нормальное время доходы были достаточно большими. А в военное время увеличение прибыли более чем на 950%. Большая часть книги, кстати, не потеряла актуальности и по сей день. И в общем-то интересная трансформация взглядов. Что ж, многие люди, хорошенько рассмотрев окружающее бытие, могли бы крепко поспорить с теми наивными идеалистами, коими они сами были раньше. С Мэдли, похоже, из таких людей, которые не закостенели в своих представлениях о мире и долги, и развивались. Делая выводы из происходящего. В 1932 году, во время акции ветеранов Первой мировой войны, оставшихся без работы и средств к существованию, он поддержал ветеранов и их требования. А президент Гувер, ну тот самый, которого спасали в осажденном Тянь-Зыне много лет назад, в том числе и с Мэдли Дарлингтон Баттлер, приказал разогнать бонусную армию. Именно так прозвали многотысячный марш ветеранов, их жены детей на столицу США. Помимо полиции, против протестующих была брошена и армия. Будущие ветераны против ветеранов нынешних. Власти применили газ, кавалерию и даже танки. Руководил разгоном Дуглас МакАртур. В атаке на протестующих также участвовал тогда еще мало кому известный майор Паттон. Разумеется, после подобных событий, Смэдли Баттлер, который был членом республиканской партии, поддержит кандидата от демократов Франклина Рузвельта на грядущих выборах президента США. И в 1934 году, уже когда Рузвельт был президентом, Смэдли Баттлер заявил перед специальным комитетом Палаты представителей, что в Соединенных Штатах Америки существует заговор с целью свержения законно избранного президента Рузвельта и установления на территории США фашистской диктатуры. Более того, его бывалого морпеха, прошедшего и огонь, и воду, и медные трубы, также пригласили присоединиться к группе заговорщиков, в которую входили представители крупного бизнеса, а также бывшие военные. И все это финансировала банковская компания Джи Пи Морган. Вскоре пресса подняла насмех подобное заявление. Та же пресса никоим образом не поднимала насмех утверждения властей в 1932 году, что марш ветеранов имеет коммунистические корни и имеет своей целью свержения демократического правительства. А вот то, что в США может иметь место фашистский заговор, это уже смешно. Но в самом деле, здесь ведь речь идет о респектабельных бизнесменах, цвете нации. А там речь шла о безработных нищих голодранцах. Правда, они не так давно проливали кровь в интересах респектабельных бизнесменов. Но так это же их гражданский долг во имя демократии, патриотизма и так далее. Умер Смэдли в 1940 году. Ему было всего 58 лет. И отчего же сегодняшняя история начинается именно с него? Про американских морпехов снято достаточно в фильмах. В некоторых из них вспоминают, так или иначе, про славившихся вояк корпуса морской пехоты. Вспоминают про Чарльза Уитмана. Кто из вас знает, кто такой Чарльз Уитмана? Который вел огонь с университетской башни и положил кучу народу. И начавший свой путь к славе с убийства собственной матери. Вспоминают Ли Харви Освальда. Кто-нибудь знает, кто такой Ли Харви Освальд? И известного по тем самым выстрелам в Далласе. Кстати, про него американские морпехи говорят, что он единственный бывший морпех. Вспоминают даже Джона Уэйна Боббита, который прославился благодаря тому, что его жена отрезала ему очень важную часть тела. А вот по-настоящему выдающихся американских морпехов, достойных славы и известности, что-то не очень вспоминают. И Смэдли Дарлингтон Баттлер как раз тот морпех, что достоин частого упоминания. Более того, по моему личному мнению, его книга «Война это рэкет» должна быть настольной книгой каждого солдата, матроса, морпеха и офицера. Ее должны читать те, кто планирует связать свою жизнь с военной службой. И я подчеркиваю, речь идет не только об американских военных. То, что писал в своей книге Смэдли, не потерял актуальности спустя почти 90 лет. И касается всех людей в мундирах на этой планете. Благо, сама книга не очень большого объема. Смэдли Дарлингтон Баттлер.